Косово 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 диктатуры Милошевича, который в всяком случае несравнимо более демократичен, чем Клинтон, чем Ширак, чем Блэр, чем Шредер и т.д. Там это только трюки, это только разные предлоги за агрессию против Югославии, вопреки несуществования никакого решения между Объединенных Наций и Совета Безопасности. Поэтому мы считаем, что надо устроить международный трибунал и судить как военным преступникам, руководителям НАТО за агрессию против Югославии, за смерть тысячи людей, за уничтожение нашей страны. И на конце скажу, что НАТО теряет огромные потери в этой борьбе. Военная сила НАТО, мы избиваем очень удачно их самолеты, их ракеты, независимо, что наши силы несравнимы меньше, и что НАТО просто в военном смысле нас не победит. И мы никогда на коленах не поищем мир от НАТО, но мы хотим настоящий мир, мы хотим, чтобы люди из Америки, из Бранции, из Германии, из Белгии приходили к нам как друзья, как туристы, как торговцы, как ученые, и просто с добрыми пожеланиями и обратно. Но силам мы не отдадим ни одну часть нашей стране. Это трюк, что там они заботятся об албанцах. Албанцы, многие албанцы, члены новой коммунической партии, и они вместе с нами бороться против НАТО. Об Украине в СМИ почти не говорят. А можно думать, что все-таки есть какая-то связь с Югославией. Я прочитал книгу Бржезинский, а он там пишет, что Украина имеет стратегическую позицию в этом регионе. А почему? НАТО и мировой империализм с самого начала разрушения Советского Союза делали особую ставку на Украину. Это понятно, почему. Украина по величине является вторым государством и по ресурсам человеческим, по территории, вторым государством после России на постсоветском пространстве. Геополитическое положение Украины таково, что она сдерживает продвижение НАТО на восток. Она вплотную подходит к Черному морю. И если удастся НАТО втянуть Украину в свои цели, в свою политику, то это будет означать отбрасывание России от Черного моря, превращение России в евразийское государство. Такие цели НАТО и американский империализм США ставили с самого начала, участвуя косвенно, политически и через пятую колонну в разрушении Советского Союза. НАТО ставило ставку на Украину еще и потому особое, что Украина богата ресурсами. Втягивание Украины в НАТО позволяет, если бы удалось это НАТО сделать, позволило бы НАТО использовать великолепные черноземы Украины, богатейшие запасы природных ископаемых металл, особенно руда железная и так далее, и талантливый народ Украины, великолепный научный потенциал и так далее. Вот, собственно, почему НАТО прямо говорит, в лице своего идеолога Бажезинского, на который вы сослались, что Украина есть особый, важнейший стратегический партнер в целях НАТО и делает все, чтобы привязать Украину к колеснице политики НАТО. А какие реакции от украинского народа, во-первых, насчет стратегии НАТО, и во-вторых, насчет этой войны в Югославии? Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу напомнить, что Украина была одной из таких стран, которая больше всего понесла потерь в ходе гидеровского нашествия немецкой оккупации. Во-вторых, во-вторых, во второй мировой войны, территории Советского Союза, в каждом доме на Украине и сегодня оплакивают погибших, либо деда, либо отца, либо калеки, которые есть в семье. Для Украины война не забыта, и, еще раз повторяю, это не только историческая память, это повседневная память украинского народа. Во-вторых, Украина – это славянская республика, и всегда кровная связь России, Украины, других славянских народов, наряду с тем, что украинский народ и русский народ, который составляет половину почти населения, 40% населения Украины, 12 миллионов проживает русских на Украине, а еще больше русскоязычных, составляли всегда братский союз. И поэтому нападение на Югославию украинский народ расценивает как свою кровную беду. Кроме того, Украина страдает в этой войне. Уже сегодня канцерогенные вещества попадают на территорию Украины, загрязняя, а с Европы к нам идет 50% загрязненного воздуха, сегодня бензопирин, попав на Украину, усиливает последствия чернобыльской катастрофы. Это война и на Украине фактически. Вот отношение это и определяет со стороны, то есть эти моменты определяют отношения народа. Кроме того, втягивание в НАТО, которое проводит правительство Украины, ее президент, втайне от народа, обмануя народ, означает и без того разрушенной экономики Украины огромные потери. Только на перевооружение по стандартам НАТО Украина должна затратить больше, чем ее годовой бюджет, если она пойдет на этот путь. А в Украине люди даже зарплаты не получают. То есть это разрушение экономики и экономическая гибель людей. Какие итоги у вас из наших собеседей? Я надеюсь, что эта конференция будет важный вклад в действительную помощь Югославии. Я ожидаю, что товарищи участвующие вернутся домой и будут предпринимать новые мероприятия в помощи Югославии отразить агрессию НАТО-Пакта. Мы большие надежды связываем, между прочим, и с результатами этой конференции, которая осудила преступную агрессию варваров из НАТО-Пакта. Продолжение следует...